Открытие месячника оборона массовой и военно-патриотической работы провели во всех городских школах. В 9-й гимназии его решили открыть веселыми стартами с участием школьников разных возрастов. Также на открытии был представлен пилотный городской проект «Самбо в школу», в котором участвуют три городских образовательных учреждения, где теперь преподают этот вид спортивного единоборства. Ну а уже опытные самбисты удивили школьников показательными выступлениями. Основная цель месячника – воспитать у школьников чувство патриотизма. В этом им помогут ветераны Великой Отечественной. Их тоже пригласили на открытие цикла мероприятий. Это так образно, говорим, месячники. Ветераны этим занимаются повседневно и некоторые всю жизнь. Прошли Великую Отечественную войну и сегодня занимают активную жизненную позицию. Продолжают работать с молодежью, передавать свой опыт, занимаются наставничеством. Кстати, открытие месячника совпало с днем рождения контр-адмирала в отставке Семена Гайсинского. Участнику обороны Севастополя и освобождения Крыма исполнилось 94. Я считаю, что это для меня большая честь, которую вы мне оказали. Будьте патриотами. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Доживите до моих лет. Ветераны войны станут непосредственными участниками месячника. Они проведут встречи со школьниками и студентами и помогут в организации акции «Батальон Победы». Дети в течение месячника будут посещать ветеранов. И на определенных кусках ткани ветераны будут ставить свои фамилии, имя, отчество и роспись. Живые ветераны. И 9 мая, когда у нас будет акция «Бессмертный полк», впереди «Бессмертного полка» пронесем это полотнище, сшитое с именами живых ветеранов. Всего в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы в городе пройдет более 200 массовых мероприятий. Это крупные, а включая районные – около 1200. Финал состоится в Зимнем театре 24 февраля. Там наградят лучших. Результаты подсчитают и в крае, где месячник проводят с 2007-го. Так, например, в прошлом году Сочи занял третье место среди городов Кубани в организации военно-патриотической работы.